Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Пирамида Фин Димыч, уже можно? Погоди Скорее Все, конкурс готов Та-дам Это же пирожные Вот это пирожные А это Египетская пирамида Ух ты! А как похож на муравейник Точно А нам дедус рассказывал Что там есть еще лабиринт И мумия Фанфарона Фараона Египетские пирамиды Удивительные древние сооружения Самая большая из них Пирамида Хеопса Ей больше четырех тысяч лет А высотой она больше ста метров Как дом в сорок этажей Как в те годы можно было соорудить Такую громадину Загадка Подъемных кранов тогда не было Некоторые даже думают Что пирамиды построили инопланетяне И я же подозреваю Что тут не обошлось без фиксиков У тебя лабиринт есть? Конечно Покажи Ты что? Я ее только что собрал Хочешь, чтобы мне приз не достался? А это что такое? Да куда? Я только лабиринт посмотрю И мумию Какую мумию? Так Куда идти? Заблудишься Не впервой Что если сюда? Теперь сюда Выходи Тут я уже был И тут тоже Ой 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 Кажется я заблудился Что? Привет Ты Нолика не видел? Там Пошел мумию искать И потерялся Мумию? Настоящую? Класс Стой Нолик Алло Ты тут? Нет А где? Тут Кто так лабиринты строит? Эй Вас никто не просил туда лезть С кем ты разговариваешь? Игорь Эти двое в пирамиде А мне в школу пора Нолик Поехали А я никогда не теряюсь в лабиринте Потому что знаю правила Надо всегда держаться рукой за стену Сейчас я их найду Вы где? Здесь Ай И за какую стену я держался? Нашлись? Нет Окончательно потерялись Дим Димыч Тебе в школу не пора? Пора Но у меня полная пирамида фиксиков Ха-ха Как в муравейнике Угу Один пошел искать мумию Второй пошел искать первого А третий их всех Вы заблудились А я в школу опаздываю Слушай, ты их вытрясти не пробовал? Ты где я? Да я пошутила Нитка есть? Вот так не пропадешь Отправляясь в путь Подправляясь в путь Подумай, как не заглудиться и найти дорогу назад Не надейся только на карты и навигатор в телефоне Возьми с собой компас Он и без сотовой связи покажет стороны света Найти север и юг можно по солнцу, звездам Или даже по муравейнику в лесу Взгляни внимательно Его более пологая сторона смотрит на юг А крутая на север А если оказался в лабиринте Тоже не теряйся Иди всегда, касаясь одной рукой стены Рано или поздно выйдешь снаружу Еще можно привязать у входа в лабиринт веревку И идти по коридорам, разматывая ее по дороге По ней всегда выйдешь обратно Первый пошел Второй А нолик? Мумия? Живая? Это я! А твое я не нашел Ее там и не было Как? Я что, зря заблудился? Ты так спешил, что не стал меня слушать Ну как ты выиграешь без мумии? О, а может ты ей побудешь? Нет уж! Ну, приз получил? Ага, за пирамиду И специальный приз За то, что лучше всех знаю Как пройти лабиринт Опять? Это же снова пирожное Так и отлично! Я их обожаю Жалко, что фиксики не едят И мумии Камень Ивейвыч вернулся! Ура! Ну как там в походе? Супер! Смотрите, что я привез! Камни? Не совсем Ой, это винтик? Какой-то он странный Просто окаменел миллионы лет назад Но винтики-то изобрели совсем недавно Ну, он древний И науки пока неизвестны А если это не просто винтик? Ты хочешь сказать, что перед нами Фиксик! Фиксики считают, что их предки появились не так давно Когда люди-мастера стали придумывать сложные механизмы А вдруг все было не так? Может, миллионы лет назад Еще до динозавров На земле жили совсем другие фиксики Люди тогда тоже были Фиксики от них не скрывались Они дружили с ними И во всем помогали Они вместе изобретали устройства Строили здания Совершали открытия А потом Случилась какая-то страшная катастрофа И все пропало Ну что, если ученые когда-нибудь отыщут следы этой цивилизации И древние фиксики тоже найдутся? Вот будет здорово! Ой, что-то я размечталась Точно! Это наш прапрадедус! Или прапрабася Вот бы его оживить! Только как? Вкрутим куда-нибудь Вы же от электричества заряжаетесь Идея! А вдруг наш прапра Испугается современного мира? Создадим ему привычную обстановку! Приступаем к оживлению А ты идем делать Замаскируйся Так мы его сломаем Надо по-другому Разряд маловат Тогда же электричества не было Так он точно не оживет О, наш великий прапрародий Крежетший к нам сквозь моряков И с толщиной известняков О, наш великий прапрародий Как сложно с этими предками Просыпайся! Что если... Бесполезно! Мы все перепробовали А давайте споем песенку Нашу! Молик, ничего не выйдет Давай! Последняя попытка! Винтик, Винтик, вроде Маус Ну возьмите Винтика В мире всем давно сломалось Без него, без Винтика Он шевелится Не может быть! Я видел! Винтик, Винтик, вроде Маус Ну возьмите Винтик Дим Димыч, привет! Как поход? Видимо, удался Да О, какая находка! Знаешь, что это? Ну, камень? Нет Это морская лилия Цветок? Морское животное Его стебель похож на растения Правда? На земле очень много камней Одни прячутся в ее недрах Другие появляются вместе с лавой вулканом А помните сказки, где злые колдун Не превращали все живое в камень? Такое было и на самом деле Но без моргей Некоторые древние животные растения Когда-то окаменели И в таком виде сохранились до нашей лыжи Благодаря им Мы можем узнать Какой была жизнь на земле Миллионы лет назад А вот чертов палец Предок кальмара Откуда ты все это знаешь? Я тоже раньше собирал камни Пойдем Покажу свою коллекцию А у нас в роду морских лилий не было? Жаль И как я сразу не догадалась Не было никаких древних фиксиков Эх А я все равно в них верю Просто не нашелся правильный камень Но он обязательно найдется Цветофор Цветофор Красный Желтый Желтый Зеленый Поехали Поехали Дим Димыч, чего стоим? Видишь зебру? Здесь машина должна пропустить пешехода Хорошо Спасибо Спасибо Чудливого пути Чего опять стоим? Тут зебры нет Зато есть шлагбаум Нужно пропустить поезд Ух ты Вот это да Привет, Норик Прыгай к нам Смотри, какой у меня светофор Это настоящий светофор? Здорово, да? Ага Какой он красивый Норик, ты куда? Стой! Дормальный! Ты с ума сошел? Куда ты несешься? Я... Я хотела посмотреть, какой тут классный светофор Был Мне его папа только сегодня подарил А ты? Это ты должен был меня пропустить Ты на красный свет перебегал Светофор Это фонарь Который подает разноцветные сигналы транспорту и пешеходам Чтобы они не помешали друг другу на дороге Красный свет Значит стой Никуда не двигайся Желтый Означает Внимание Приготовься А вот начинать движение Например, переходить к улицу Можно только когда загорится зеленый сигнал светофора Но все равно перед этим надо обязательно посмотреть по сторонам Понял? Дорогу переходит на зеленый Это даже малыши знают Так там зеленый горел Нет, красный Зеленый? Красный! Зеленый, честно! Может ты вообще дальтоник? Да, может быть А дальтоник это кто? Тот, кто не различает цвета Не понимает, где красный, а где зеленый Это я Да Ты никогда цвета не путал Ну-ка, какого цвета вот эта тумбочка? Красного А самолет? Зеленый А я? А я какого цвета? Серый бурмалиновый В крапин Чего? Правда? Дальтоник? Бедный Вот, я не виноват Ладно, дома разберемся А со светофором что делать? Починим и светофор и машинку Какого цвета машинка? Синего? Хорошо За работу А ты посиди Напутаешь еще что-нибудь Дорога Опасное место Тут столько автомобилей и пешеходов И все торопятся по своим делам Но будьте осторожны Даже если водитель заметил пешехода на дороге И нажал на тормоз До остановки машина проедет еще уго-го сколько метров Чтобы не было беды Уважайте друг друга Собрался переходить дорогу? Найди светофор Зебру Или знак с пешеходом Прямо с тротуара Посмотри на лево И направо Далеко ли едут машины Мотоциклы И даже велосипеды Если близко Не спеши Ну а вежливый водитель Сам остановится Если увидит тебя издалека Чтобы быть заметней Носи на одежде Специальные влекающие элементы И тогда на дорогах Будет порядок Готово Дим Димыч, проверяй Включаю Все правильно? Да По местам Ну что, пойдем? Поехали! Котик! Вы же все перепутали! У вас везде зеленый горит! Попался! Никакой ты не дальтоник Ты просто симулянт Я? Угу Ой, да Особенно вот в этом месте И еще вот тут немножечко А симулянт это кто? Ха-ха-ха-ха Подводная лодка И подводная лодка Скрылась в пучине океана Оставит зубастых окун С носом Мультик был супер Класс Прелесть Нам бы подводную лодку А давайте ее сделаем Но мы даже не знаем, как она устроена Почему же не знаем? В подводной лодке Главная герметичность То есть в нее снаружи Не должна попадать вода А внутри нужен запас воздуха Для дыхания Чтобы лодка стала подводной В ней делают специальные резервуары Когда в них закачивают воду Лодка тяжелеет и погружается А если нужно снова подняться на поверхность Воду в резервуарах снова заменяют воздухом И легкая лодка всплывает Ничего же мы ее будем делать? Из сломанных игрушек А плавать где будем? В аквариуме Пуля, ты с нами? Я боюсь Чего? А вдруг в лодку нальется вода И мы утонем Или нас рыбы слопают Да брось, Пуля Смотри, Нолик маленький И Тони боится Да Ну ладно Отдать, Швартовый Кому? Веревку отцепи А-а-а Так бы сказал Начинаем погружение Ура! Мы плывем Как тут красиво А вот это у вас и акулы Сейчас мы их погнем Правая руля Теперь за той Нас не уйдет Давай, давай, давай Прикоряем И взбиваться над рыбками А-а-а А-а-а Что это? Что это? Не знаю Вот, если на винт намотались Ой, Масечка Так, без паники Попробуем всплыть Не выходит Ну вот Не зря я боялась И что теперь делать? Давайте Откроем люк Нет, нет, нет Сюда нальется вода И мы захлебнемся Ну, тогда я не знаю Надо подумать А-а-а Первую подводную лодку Сделали еще 400 лет назад В Англии Она была из дерева И ныряла неглубоко Внутри сидели грибцы с веслами Поэтому и плавала она не быстро 200 лет спустя Весла догадались заменить грибным винтом Но так как винт вращали вручную Ну и эта лодка была очень медленной Ее легко мог обогнать хороший пловец И только когда начали использовать электромоторы Подводные лодки стали погружаться на большую глубину И развивать высокую скорость Современные большие подводные лодки Работают на ядерном топливе Они могут месяцами находиться под водой Не всплывая Фаер Ты можешь побыстрее думать А то воздух кончается Мы задохнемся Не задохнемся Ого Скорее нас рыбы съедят Не надо было их дразнить Вляпались Ого Ай Я вас приобретала Вы не слушали И делали все наоборот Точно Наоборот Надо подключить батарейку наоборот Плюс-минус поменять Зачем? Мотор начнет крутиться в другую сторону И водоросли обмотаются Эй, хватит Мы вас больше не тронем Мир Спасибо тебе, Шпуля Ты всех спасла Это потому, что я больше всех боялась Нет Это потому, что ты не растерялась в трудную минуту А давайте в следующий раз построим вертолет Витамины Семью пять Тридцать пять Семью шесть Эм... Дим, Димыч, ты собрался? Куда? Гулять Уже забыл? Ой, да Да у меня вообще что-то с памятью Учу, учу таблицу умножения И никак А, чтобы укрепить память Надо есть витамины Витамины? Ну, как успехи, Дим Димыч? Никак Память у меня дырявая И учить бесполезно Ну-ну, полезно А память мы укрепим Витаминами О, и ты про витамины А кто еще? Да так, друзья Ну ладно Витамины для человека очень важны Хотя их нужно совсем немного Например, витамин А необходим для хорошего зрения и нормального роста Витамин С не дает организму болеть Витамин Д укрепляет зубы и кости Обычно человек получает витамины с овощами, фруктами, молоком и другими свежими продуктами А если витамина все равно не хватает То врачи рекомендуют специальные витаминные таблетки Так, доставай овощи и фрукты И ягоды В них тоже много витаминов Будем укреплять твою память витаминами А заодно учить таблицу умножения Значит так В каждой кучке три черешни Дим Димыч съел пять кучек Давай ешь, ешь В задаче спрашивается Сколько черешин съел Дим Димыч? Я не знаю Что-что? Я не знаю Считай по косточкам Пятнадцать Пятнадцать Правильно Значит три умножить на пять будет пятнадцать А теперь моя задачка Дим Димыч съел три пары яблок Это легко Шесть получается Просто я больше яблок не нашел Ты, Дим Димыч, не облынила В задаче сказано, что яблоки надо съесть Там же витамины Пятнадцать Димы Димы Брока Что? Я больше не могу Ешь, там витамины Все равно морковки не хватит, чтобы научиться умножать на 9 Ладно, я тебе помогу Чтобы умножить 2 на 3, нужно просто сложить 3 двойки Гораздо труднее 2 умножить на 9, слишком долго складывать Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть Но здесь легкий способ умножать на 9 без таблицы и калькулятора Допустим, тебе надо умножить 3 на 9 Положи ладони на стол перед собой Отсчитай слева третий палец и загни его Теперь смотри Слева от загнутого пальца осталось 2 А справа 7 пальцев Соединяем 2 и 7 Получаем 27, понял? Ха! Контрольный пример Сколько будет 7 на 9? Тут 6, а тут 3 Правильно, 63 Дим Димыч, ты это все съел? Ты же и сама сказала Мне нужны витамины Вот, я тебе принесла витамины Так мало? Почему мало? Тут их на целый месяц хватит Вот попробуй, они очень полезные И вкусные Да, уж вкуснее лука И редиски А можно еще? Нет, нет Одной витаминки в день достаточно О, вспомнил! Я такую же баночку с зеленой крышкой у Кати видел Кстати, давай проверим твою таблицу умножения Если вы вдвоем с Катей съедаете в день 2 витаминки То сколько вы съедите за 9 дней? 18! Ха! Молодец! Явный прогресс Витамины помогают Зонтик Так, и почему же он не работает? Разберемся, коллега Но для начала обесточим подъемник А то, знаете, хе-хе Ох, Шпуля, ну наконец-то! Ты где была? Зонтик искала Зонтик? А зачем он тебе? Так сегодня дождь будет С чего ты взяла? Слышала Ты уже уходишь? Да, надо еще успеть машину помыть А, тогда я возьму зонт Примета такая Помыл машину Жди дождя Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ох Да мама Дим Димыча просто пошутила С приметами не шутит Дождь точно будет Но это не деда, если есть зонтик Зонт очень древнее изобретение Ему примерно 3000 лет В Китае и Египте зонты делали из листьев, перьев и бумаги Слуги носили их за царями, чтобы защитить от жаркого солнца Когда мода на зонты добралась до Европы, их стали использовать для защиты от дождя Особенно удобны складные зонтики Механизм очень прост Края ткани прикреплены к спицам Когда вы открываете зонт, спицы распорятся во все стороны и растягивают ткань над вашей головой Самые быстрые зонтики автоматические Нажал кнопку, зонт тут же раскрылся И вся одежда осталась сухой, как будто дождя и не было В сложенном виде зонт можно использовать как трость А если у зонта еще и ручка складная То его вообще можно спрятать в сумку, когда он не нужен Так, контакты в норме И проводочки на месте Так что же случилось? Не знаю Будем проверять Шпуля, оставь свой зонтик А как же примета? Одна не считается Мне нужна отвертка Понял, выполняю Вот, у манипулятора суставы светят И это тоже дождит Его просто надо смазать А можешь? Сейчас Я помогу Спасибо Спасибо Ну, вот и нет приметы А дождь все равно будет Видите, цветочки поникли Крозеты не примета Цветы поникли, потому что Лизонька в отпуске А вы, коллега, их не поливайте Ой, да-да-да. Закончим ремонт и польду. Обещаю. А вот и причина поломки. Надо заменить эту деталь. Помогите-ка! Я на склад! За новой! Фарр, низко полетел. И что? Если птицы низко летают, то это... Фарр же не птица, но летит-то низко. Пуля, подай-ка кувалду. Любимый сонтик в конце концов. Видишь? На небе не облачко. Так это потому что утро. А есть ещё и такая примета. Если утро не облачко, то победу обязательно... Хватит! Но в помещении здесь не может быть дождя! Ну вот! Я же говорила, будет толь! А вы не верились! Гулять охота, что там с погодой. Сегодня дождик с небес летит. Но дождик мне не страшен, его люблю я даже. Когда и зонтик открыты все пути. Возьму я зонтик, мой верный зонтик. Раскрою зонтик и погружу. Зонтик, любимый зонтик, я без него не выхожу. Зато цветы поливать не надо. Согласен. Гулять охота, что там с погодой. Сияет солнце, денёк хорош. Но есть одна примета, я точно знаю это. Забудешь зонтик, под дождик попадёшь. Возьму я зонтик, мой верный зонтик. Раскрою зонтик и погружу. Зонтик, любимый зонтик, я с ним давно уже дружу. Микробы. Ура, обед! Дим Димыч, ты куда с грязным мечом? Знаешь, сколько на нём микробов? Иди, мои руки. Во, я помыл. На, это тебе. Так-так, иди снова, мои руки. Что, на кусачки тоже микробы? Конечно. А ну, а ну отдай. Опять? Привет, Дим Димыч. Ты чего такой сердитый? Руки пришлось целых пять раз мыть. Микробы, микробы. Может их вообще и нет? Есть. Просто они такие малюсенькие, что без микроскопа не разглядишь. Дим Димыч, у твоего папы в кабинете есть микроскоп. Давайте посмотрим на микробов. Микробы. Микробы очень-очень маленькие существа. Поэтому мы их не видим. Но живут они повсюду. В земле, в воде, в воздухе, на всех предметах и даже на нас с вами. Некоторые из них умеют передвигаться с помощью жгутиков или хвостиков. Многие микробы безвредны. Но есть и опасные микробы. Если они через нос или рот попадают в человека, то у него может заболеть горло или живот. Открути еще чуток. Стоп. А теперь смотри. Ужас. Дай, дай мне посмотреть. Ой, какие страшные. И что, у меня на руках тоже такие микробы живут? А как же? Я же мыл руки. Семь раз. С мылом? Ну, без мыла. Без мыла от микробов не избавиться. А какое мыло лучше? Оба. И то, и то антибактериальное. То есть против бактерий. А против микробов они помогают? Конечно. Бактерии это те же микробы. Только называются по-другому. Мой. Любимый, капни мне жидкого мыла. Я тоже хочу руки помыть. Молодцы. Так и продолжайте. Ура, вы чистые. Пошли пазл собирать. Пошли. Ой, на нем же микробы. И на мече тоже. Что же делать? Давай по-моему с мылом всю комнату. Давай. 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 Вокруг нас миллионы невидимых микробов. В том числе тех, что могут вызвать болезнь. Но микробы не страшны, если соблюдать простые правила. Есть только мытые фрукты и овощи. Поддерживать в доме чистоту и тщательно мыть руки с мылом. Желательно с антибактериальным. И каждый день антибактериальное мыло защищает несколько часов после смывания. Оно не только очищает руки, но и не дает микробам размножаться. Среди микробов есть и полезные. Одни бактерии помогают делать из молока кефир и творог. Другие используются для очистки воды. Даже внутри человека живет много полезных бактерий. Они помогают переваривать пищу. Нолик, как ты думаешь, на самом мыле есть микробы? Не знаю. Давай на всякий случай его помоем. Эй, вы что делаете-то? Мыло моем. С мылом? Чтобы на нем микробов не было. Ну вы даете. Мальчики, избавиться от всех микробов невозможно. И не нужно. Нужно правильно защищаться от вредных. Бактерий ноль. Дим Димыч, давай-ка я у тебя помою. А я уже все вымыл. Какой молодец. Стол аж блестит. А тут-то как чисто стало. Молодец. Ты чего? Ничего. Ты не заболел? Нет. Дим Димыч, ты конечно молодец, но не надо все доводить до абсурда. Ты понял? Понял. А ты? А что я? Понял, что мылом нужно мыть не вещи, а руки. Понял? Эх вы. Борцы с микробами. Кюрики. При чем? Вез Я бы тоже прокатилась И я бы не отказался Вам нельзя Почему? Дим Димыч мой друг, а не ваш Он только меня звал Заведите своего человеческого мальчика Пусть он вас и катает Дим Димыч, ну что, поехали? Нет, тут в колесе дырка Я его накачиваю, а оно сдувается И что же делать? Я думал, ты поможешь Ты же фиксик Ну, я это еще не проходил Погоди Что я? Игорь, стойте Там колесо сдулое у велосипеда На котором только друзей катают Пожалуйста, помогите Надим Димыч ведь только твой друг А давайте у него спросим Вдруг он всех не дру Уже много тысяч лет колесо служит человеку Предком колеса были катки Такие круглые бревна, которые подкладывали под груз Однажды люди догадались отпилить от катка круг И насадить на ось Получилось колесо С ним стало гораздо удобнее Затем изобрели спицы, металлический обод и мягкие шины И люди начали колесить по свету на самых разных полосках Гончарный круг, мельницы, часы Где только не применяются колеса А с появлением паровоза, парохода, автомобиля Колеса заполнили весь мир И даже добрались до Марса Колесо одно из самых простых И самых удивительных изобретений человека Фух, снял Что дальше? Теперь вытаскиваю камеру Вот эту резиновую кишку? Ее самую Где-то в ней дырка Подкачай, Дим Димыч Посмотрим, откуда воздух выходит Так, Нолик, ты ничего не увидишь Почему? Дырка может быть совсем маленькой Как же ее найти? Для этого нужна вода Зачем? Да, зачем? Я понял, зачем вода Нолик, видишь тут пузырьки? Ой, пузыри Это воздух выходит из дырки Значит, дырка здесь Нолик, ты гений Ура! Я нашел дырку! Чур, я ее заклею У меня в бумагаторе есть резиновый клей Дырка здесь Я заметил место Сначала резину надо протушить Уже сука А теперь к ней Готово Ну все, можно ехать Ура! Игрик, Шкуля, вы с нами? А нас никто не звал А он вас позовет Правда, Дим Димыч? Конечно Ведь мы же друзья КОЛЕСО Поехали! КОЛЕСО, КОЛЕСО ЭКОНОМИТЬ НАВВРЕМЯ И НОГИ КОЛЕСО 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 КАТИТ ПО ДОРОГЕ КОЛЕСО, КОЛЕСО КОЛЕСО От олеек, и лужам, и горы КОЛЕСО КОЛЕСО КАТИТ ПО ПРОСТОРУ КОЛЕСО, КОЛЕСО КОЛЕСО, КОЛЕСО КОЛЕСО ВЫРУЧАЕТ ЗИМОЮ И ЛЕТОМ КОЛЕСО 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 КАТИТСЯ ПО СВЕТУ Экотестер Ну-с, друзья человека, смотрите, что я изобрел И что это? Экотестер А он для чего? Этим прибором проверяют фрукты и овощи, хорошие они или плохие Чтобы яблоки, помидоры или дыни лучше росли, люди вносят в землю химические удобрения Беда в том, что когда удобрений слишком много, вредные вещества проникают в овощи и фрукты Такие плоды становятся опасными для здоровья человека Экотестер – это прибор, который показывает, сколько вредных веществ накопилось в яблоке или помидоре И сразу видно, можно их есть или нельзя Смотрите, экотестер показывает, что яблоко хорошее Так Вот, и это тоже норма Ну, так неинтересно Они же все хорошие А теперь мы это яблоко сделаем плохим Хе-хе-хе Идем побольше нитратов Вредных веществ туда Зачем? Как зачем? Чтобы проверить, как работает прибор А-а-а Ура! Ого! Ага! Видите? Экотестер показывает, что яблоко отравлено и есть его нельзя А он только яблоки тестирует? Любые плоды Хотите? Я арбуз принесу Неужели в арбузах тоже нитраты бывают? Еще как бывают! Люди часто действуют не заботятся о природе Вредные выбросы заводов, городов, самолетов, автомобилей Причиняют природе огромный ущерб Исчезают растения и животные Загрязняется воздух, вода и почва Возникают многие другие экологические проблемы Но люди зря думают, что экологические проблемы Это лишь проблемы природы Нанося ущерб природе, они вредят самим себе Им приходится дышать грязным воздухом Пить нечистую воду И есть то, что выросло на отравленной химикатами земле Чтобы пить экологически чистое молоко И есть экологически чистые арбузы Люди должны научиться дружить с природой А давайте Сами яблоки проверим Опа! Ну-ка, взяли У-у-у-у-у-у! Ой! Укатилось! Да ладно! Она все равно отравленная ощущение Лизонька, Лиза, Лиза, Лизочек, стойте Теперь сядьте Что? Вы откусили? Откусила Оно отравлено Вам трудно говорить? Трудно Вам плохо? Ой, мне плохо Лизонька, очнитесь Это не то яблоко Лизонька, я ее отравил Оба, оба, очнитесь Это не то яблоко Он не слышит Что же делать? Сейчас услышит Скорая помощь Отравили Они меня отравили Я отравил Яблоко Пожар Это хорошая яблоко А плохое укатилось Правда? Невероятно Лизонька, вы меня видите? Ничего не вижу А так? Вижу Я вижу Я снова вижу Поздравляю Это яблоко не отравлено Правда? Оно хорошее Вот, смотрите Экотестер показывает, что вредных веществ нет Мне уже лучше Это отличное яблочко И полезное И прибор у вас Замечательный И полезный Профессор, вы гений Вы спасли мне жизнь Ну что вы Вообще-то Нолик Спас ей жизнь Я? Это же ты придумал Уронить арбуз? А, ну да Конечно я Пчела Дим Димыч Что? Ты почему варенье прямо из банки ешь? Потому что Я его люблю Ой, пчела Кыш, кыш отсюда Ты чего? Это обычная пчела Меня уже один раз такая обычная Укусила Димыч Как на ней Ты вредная Это мухи вредные А пчелы полезные Да какая от нее польза Пчелы-рабочяди Они все время собирают цветочный нектар Перелетая с цветка на цветок Пчелы переносят на своих брюшках пыльцу Благодаря опылению На месте цветков Завязываются плоды и семена Так пчелы помогают растениям размножаться Собранный нектар Пчелы перерабатывают в мед Который так любят и дети, и взрослые Кчелиный мед не только вкусный Но и полезный Все равно я ее боюсь Укосят же Пчелы не кусаются, а жалят Ну ты у меня получишь Стой! Она сама тебя боится Тиран! Отпусти ее, тиран! Ну что вы обзываетесь? Пусть летит Я ее не держу Ей надо показать дорогу А как? Пчелка! Кис-кис-кис! Лети сюда! Цып-цып-цып! Ты еще попробуй утя-утя! А как тогда? Кусочка, замри! Ужалит! Не ужалит! Просто пчела, как и ты Любит варенье Ты кусачку к фасточке поднеси Ну, улетай! Нет, так не пойдет Неси еще варенье На, пчелка Ням-ням Ну, давай, лети! Дай ей поесть! Не жадничай! Да мне не жалко Она из твоего варенья мед сделает В давние времена люди добывали мед, разоряя жилища диких пчел Потом кто-то додумался приручить этих насекомых Пчелам стали оставлять часть меда, чтобы они могли дожить до следующего урожая Дупло с пчелами люди берегли А потом научились строить для пчел небольшие домики Ули Городок из таких домиков называется Пасека Пчелы живут в улях и откладывают в них мед А пасечник собирает этот мед и ухаживает за пчелами Пчелы очень дружны Они рассказывают друг другу, где самые лучшие цветы И знаете как? Одна пчела танцует, а остальные узнают из ее танца, куда нужно лететь Бедняжка, загонял тебя Дим Дим Как жалко мы бояться Смотри, она хорошая Да я и не боюсь, она мне просто варенье есть мешала Сейчас мы тебя выпустим Ой-ой, прыгается А можно я? Не, Малик, ты еще мал, чтобы пчел украшать Ну-ну-ну-ну, спокойно А, Малик, берег Ты куда? Порточка там По мальчику Как же тебя развернул-то? О-о-о, ура! Кушайся! Хе-хе-хе! Не промахнись, мимо порточки Пока в черном Слышь, Дим Димыч, у тебя еще варенье есть? Есть, а что? Тащи, будем в чем приманивать Зачем? Как зачем? Я тоже хочу полетать Зеркало Привет, Дим Димыч Что это у вас зеркало? Уже целую неделю в коридоре стоит Да его папа все никак повесить не соберется А оно не упадет? Пока, видишь, не упало Ну как, Нолик, похож я на Человека-паука? Нет, ни кабельки не похож Человек-паук может по стенам лазить Можно подумать, ты можешь Могу Дай-ка мне свою жвачку И да, как в кино Ну и дальше что? А дальше? Ловко Перед вами единственный в мире фиксик-паук А-а-а, лови меня! Позрою! Зеркало! Ой! Когда-то люди могли увидеть свое отражение только в воде Первые зеркала появились примерно пять тысяч лет назад Их делали из серебра или бронза Говорят, при помощи таких зеркал греческий ученый Архимед сжег однажды целый неприятельский флот И все же человек смог хорошо разглядеть свое отражение лишь когда появились стеклянные зеркала В них мы смотримся и по сей день Но, конечно, зеркала нужны не только для этого Они используются в телескопах чтобы собирать свет далеких звезд Их вставляют в прожекторы и автомобильные фары чтобы ярче светили Зеркала нужны повсюду Вроде не разбилось Давай его обратно поставим Ой! Тим Димыш! Я в зеркале не отражаюсь! Не может быть! Это только вампиры в зеркалах не отражаются И привидения! Но меня там нет! Может, ты стал привидением? Не хочу быть привидением! Что вы тут шумите? Опять что-нибудь натворили? Зимка! Мы в Человека-пауков играли! И я превратился в привидения! А, глупости! Нет никаких привидений! Ой! Тебя тоже в зеркале не видно! Синка! Ты тоже привидение! У-у-у! А-а-а-а! Ерунда! Ой! А вот и я! Здрасте! А почему меня там не было? Наверное, там зеркало поцарапалось Дим Димыч, поверни-ка его! Я же говорила! Тут повреждено зеркальное покрытие! Зеркало – это не просто стекло! Обычное стекло пропускает свет, а зеркало его отражает! Чтобы сделать из стекла зеркало, на его обратную сторону наносят специальное серебристое покрытие, в котором все отражается! Сверху серебристый слой защищает краской, но все же с зеркалом нужно обращаться осторожно! Оно легко может поцарапаться или даже разбиться! А это зеркало можно починить? Попробуем! Хорошо, что у тебя помогатор с собой! Специально взяла, когда услышала ваши вопли! И серебристое покрытие в нем есть! Помогаторе все есть! Готово! Папа идет! Дим Димыч, что тут у тебя? Зеркало? Ах, да! Сегодня обязательно повешу! Нет, не сегодня! Завтра! Консервная банка Так, что еще? Фонарик! Походе пригодится! Слышь, Дим Димыч, для меня не забудь место оставить! Я тоже в походе пригожусь! Не забуду! Только папе на глаза не попадись! А ты, Сюнки, не проговорись, что я с тобой иду! Ладно! И, наконец, консервы! Привет, Дим Димыч! Нолика не видел? Нет! А с кем тогда ты разговаривал? Я... Просто надпись читал! Куда же Нолик делся? Симка! А вот... Зачем консервы так закрывают, что их даже попробовать нельзя? Как зачем? В консервах самое главное что? Сгущёнка? Самое главное в консервах то, что еда в них долго не портится! Ведь от чего начинают гнить мясо или овощи? От того, что в них размножаются бредные микробы! Если этих микробов сначала удалить, а потом не подпускать к еде, то она будет храниться долго! Именно поэтому консервные банки плотно-плотно закрывают, чтобы внутрь вместе с воздухом не попали вредные микробы! Так говоришь, Нолика здесь нет! Да! Похоже, и правда его тут нет! Хе-хе-хе-хе-хе! Кто это? Где? О-о-о! Ой, я вспомнил! У меня же ещё одна банка есть! Что-то здесь не так! Смотрите! Эту консерву мама ещё давно выкинула, а я припрятал! Вот и пригодилась! А ты кому сказал «смотрите»? Мне? Э-э-э-э... Ну и себе! Нас же здесь двое! Гляди, какая отличная банка! Да не отличная! Постань-ка её на пол! Видишь? Что? А, ну, кривая чуть-чуть! Чуть-чуть? Да она вздулась! А это значит, что внутри размножились вредные микробы! И консервы испортились! Правда? А ты проверь! На банке всегда пишут, какой у неё срок годности! Даже консервы рано или поздно портятся! А что уж говорить о йогурте или молоке! Они могут испортиться всего за несколько дней! Если вы что-то покупаете в магазине, обязательно посмотрите срок годности! Это день, до которого еду нужно съесть, а после которого она может испортиться! Срок годности обычно написан на упаковке или на банке! Будьте внимательны! Не покупайте и не ешьте продукты, срок годности которых истёк! А уж если банка вздулась, сразу её выбрасывайте! Будете из неё есть, вздуется живот! Увы, если еда испортилась, починить её невозможно! То даже фиксики не помогут! Срок годности кончился ещё в прошлом году! Значит, правильно маму эту банку выбросила! Ах ты, подберушка, дядя Хрюшка! И сам бы отравился, и папу бы отравил! Да... Остальные-то банки не вздулись? Да нет! Ну, пока! Жаль, что я Нолика не нашла! Ему папу схотел свой помогатор подарить! Не! Ага! Попался! Я так и знала, что ты собираешься с Дим Димычем сбежать! Вроде не честно! А прятаться честно! Дим Димыч, ты готов? Готов! Отлично! Тогда вперёд! Ура! В поход! Я тоже хотел в поход! Мы тоже в поход пойдём! Честно? Честно-причестно! По соседнему дому! Видел, какой он огромный? Солнечная батарея Так, 12 умножить на 38 Сам не решит, спорим? А спорим решит! Тем, тем мы тёмный! Умный, зато ленивый! Насил банк! Согласен! Мы обещали не мешать ему уроки делать! Как же неохота столбиком решать! А зачем нам столбики, когда есть калькулятор? А, ну что я говорила! Без калькулятора не решит! Наверное, батарейки сели! Видела? Калькулятор не включаешься! Придётся самому решать! Ничего не понимаю! Где же здесь батарейки? Димка, Нолик! Хватит прятаться! Я слышу, что вы здесь! Что, Тим Димыч? Не можешь понять, куда батарейки вставляются? Да чего тут смешного-то? А то, что нету там никаких батарейок! Как это нету? А откуда же калькулятор, ну, это... Электричество берёт! Ага! От солнечной батареи! Это ещё что? Учёные давно обнаружили, что некоторые вещества вырабатывают электричество, если на них попадает свет. Пластина из такого вещества называется фотоэлемент. Если несколько фотоэлементов соединить между собой, получится солнечная батарея. В калькуляторе солнечная батарея находится за прозрачным окошечком. Она и снабжает калькулятор электричеством, когда на неё падает свет. Что-то я не вижу здесь никакого окошечка. Так ты с него сам зачем-то наклейкой взлепил? Не зачем-то, а для красоты. Молодец! Теперь он красивый, но не работает. Эх, прощай, наклеечка. Не отдирается. Ну и не надо! Решайте примеры сам, без калькулятора. И тогда я победю! Победю! Забыл? Мы фиксики. И обязаны всё чинить. Ну, красивенька, хитрая. Ничего не хитрая. Поищи-ка чем эту штуку отодрать. Может, этим? Фух, так мы долго провозимся. Да. О, идея! Нужна скрепка. И что теперь? Прилепляем и наматываем. Трысь! С помощью солнечных батарей можно получать электричество, не сжигая угли нефти. Жаль, что пока они не очень мощные. Для калькулятора хватает энергии и совсем маленькой батареи. Но чтобы снабдить электричеством целый город, требуются электростанции с огромными полями солнечных батарей. И строить их лучше там, где солнце светит ярко и долго, как в пустыне. Кстати, в космосе солнце светит очень ярко, и облака ему не мешают. Поэтому солнечные батареи используют на всех космических аппаратах, в том числе на международной космической станции, где работают космонавты из разных стран мира. Дим Димыч! Что, уже готово? Ага! Можешь решать свои примеры на калькуляторе. А я их уже столбиком решил, пока вы наклейку открепляли. Ура! Я выиграл! Ух, так нечестно! Если бы не наклейка, ты бы проиграл. Вы это о чем? Да так, не о чем. Как это не о чем? Молодец, Димыч! Хорошо решаешь! Заработал! Ой, смотрите, здесь нолик! Где? На калькуляторе! И правда, нолик! Ха-ха! Без палочки! Компас Синька, нолик, вы чего это? Мы не Синька и нолик, а отчаянные пираты! Да! Пираты! Сегодня мы выходим в море. Ты с нами? Конечно! Ура! То есть... Нет, не ура! Сначала пройди испытание! Ты должен найти вещь, без которой в море выходить нельзя! Я готов! А как? По схеме! Она там! А почему схема такая мелкая? Ничего себе мелкая! Мы с ней полчаса возились! От места, где стоишь... Ага, то есть отсюда! Догадался! Иди на север, пока не увидишь... Погодите, а где север? Это где северный полюс? Льды, белые медведи! Но как я узнаю, где этот северный полюс? По компасу! Компас! Это прибор, который помогает морякам и летчикам определять, в каком направлении они плывут или летят. Наша планета похожа на очень большой магнит, у которого два полюса – северный и южный. А в компасе есть крутящаяся стрелка. Стрелка намагничена, поэтому одним своим концом она притягивается к северному магнитному полюсу, а другим всегда показывает на южный. Это знаю! Но ведь компаса у нас нет! А мы его сделаем! Из чего? Из иголки! Мы ее намагнитим магнитом! А как она будет крутиться? В блюдечке с водой! А! Чтение, кольяка! Иди отсюда! А! Иди отсюда! А! МОВИДЕО! Иди отсюда! Вот так-то Теперь один конец иголки показывает на север, а другой на юг А какой куда? Хотя там окно Туда я пойти не смогу Значит, север там Мне нравится этот смышленый малый Это кто из нас малый? Ну, просто так все пираты говорят Ладно, пойдем на север Иди на север, пока не увидишь спящее чудовище На горизонте чудовище Не подсказывай Поверни налево и сделай 300 шагов Сколько? 300! Я сам отмерял Ага, тогда для меня это Раз, два, три Теперь иди к дереву, пока не упрешься Хе-хе, тоже мне дерево Ух ты! Это же настоящий корабельный компас Пираты говорят компас Первый компас изобрели в Китае тысячу лет назад С его помощью китайцы путешествовали по пустыне А через 200 лет компас появился и в Европе Был ли этот компас китайским или европейцы сами его придумали? Неясно Фиксики помнят лишь то, как он был устроен Это была магнитная стрелка на поплавке Которую опускали в сосуд с водой Только потом стрелку надели на шпильку И компас стал похож на современный Стрелка компаса всегда показывает на север Если, к примеру, моряку нужно плыть на север Он плывет по стрелке А если на юг То в обратную сторону Эту штуку твой папа вчера вечером принес Ты уже спал Ну-ка Я сейчас Ты куда? Ха, север совпадает Конечно совпадает А как бы иначе ты сюда добрался? Теперь мой компас не нужен Положи иголку на место И укались А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком На своей страничке в соцсетях А чтобы не пропустить новую серию Нажми на колокольчик Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться И сразу станешь нашим другом